Друзья, меня зовут Сувар Ванна, я автор книг по каллиграфии и леттерингу, а вы сейчас на марафоне. И у нас первое задание. Первое задание написать всего лишь одно слово. Да, такое простое задание недели написать одно слово. И я понимаю, что для многих из вас, кто уже занимался каллиграфией, это очень просто. Вы думаете, ну что, одно слово? Но для новичка это будет очень сложно. Потому что я прошу не просто написать одно слово своим почерком, я прошу написать красивое слово каллиграфическим почерком. По крайней мере, тем почерком, который вы выбрали для себя. То есть очень аккуратно и вдумчиво. И не просто написать, а оформить его так, чтобы вы могли вот свою первую-первую надпись вырезать и повесить на стенку, или подарить кому-нибудь, или как-то еще сохранить, как ваш первый шаг в пути каллиграфии. И первое наше слово творец, потому что вы творцы, и я творец. Рассказываю вам, как писать. Вы можете писать с заглавной буквы, это большой, или со строчной на ваш выбор. Сначала мы тренируемся по нашим линейкам, которые вы либо расчертили, либо сами выбрали. Я вот, как всегда, со своими линейками и напишу сейчас и здесь, и здесь. Карандаш, ручка, как хотите. Карандаш, конечно, можно стереть какую-то букву, но учтите, что это уже будет не совсем каллиграфия. Вот. Итак, ладно, я буду сразу ручкой писать. Вспоминаем просто, как мы пишем, как пишем своим почерком. И наше упражнение. Вспоминаем и добавляем элементы в буквы. Например, творец. Буква Т. Как мы пишем Т в почерке? Ну, я так пишу. Примерно так. Палочка, арка, арка. Арки, вот они. Палочка. Арка. Арка. Арка и соединение. Как пишем В. Вот мы проходили В или берем какую-то почеркуваю. Ну, как мы пишем? Примерно так и пишем. Получается, вот наша петелька и овальчик снизу. Петелька. И овал. Переходим в овал. Вот наша В. Соединительный элемент тоже разобрали. Буква О. Просто кругляшок. Как соединить букву О. Тоже посмотрите в своем почерке. Можно снизу, можно отсюда. Можно посмотреть в прописях, которые я вам дала. Р. Как пишем? Ну, как-то так. Прямая и арка. И такая двойная арка получается. Вверх арка и вниз арка. Такой элемент. Прямая. Высоту прямой тоже выбирайте на ваш вкус. Арка. Тут я не довожу, потому что дальше круглая буква Е. Как пишите буквы, я тоже вспоминаю. Ну, как так. Еще можно посмотреть, как в прописих написано буква Е. Значит, берем кругленькую. Круглюшочек. Приписываем так, чтобы просто буква смотрелась более аккуратно, чем такая. Но можно и такую, в принципе, тоже аккуратно написать. Хотя я не одобряю такое соединение в каллиграфии, но мы же учимся, поэтому можно и так. Я напишу немножко другую. И буква С. Вспоминаем, как мы пишем в почерке. Примерно так. А как в школе мы писали в букву С? Вот так. Ну, теперь разбираем на кусочки. Арка, арка, петелька. Арка, арка, петелька. У нас получилось творец. Еще я считаю, что букву Т лучше сверху подчеркнуть. Вот наше первое слово. Можно то же самое написать фломастером. Смотрите. Смотрите. Я люблю вот такую делать. А из хвоста я хочу сделать классный ростчик. Не ростчик, а такой просто хвост большой. И тут. И еще вот так подчеркну. Вот такой у меня получился творец. Что мы делаем теперь? У меня, конечно, получилось неплохо из первого раза. Но я уверена, что у новичков пока получается плохо. Пока что линии дрожат. Пока что буквы неаккуратные. Расстояние не совсем получается. Смотрите. У меня тут большие расстояния. Тоже старайтесь буквы не прилеплять друг к другу. А давать расстояние. Например, вот здесь между Т и В у меня расстояние ровно клеточка. Между В и О меньше. Потому что две круглых буквы. И тут не требуется такое большое расстояние. Но в целом я стараюсь держать одинаковое расстояние между буквами. Обратите на это внимание. Что мы делаем дальше? Я перехожу к чистовику. Потому что надпись аккуратная. С ней все хорошо. Но, пожалуйста, те, кто только-только начал заниматься. Для кого это первые уроки. Немножко задержитесь на них. Немножко подождите. Пропишите несколько раз это слово. Три, четыре, пять. Может быть полдня вам придется прописать это слово. Пока не начнет получаться красиво и ровно. Пока вам не начнет нравиться. Конечно, всю неделю не стоит на это выделять. Но на прописях можно остановиться на пару дней. Вам не обязательно выполнять сегодня вот это задание вместе со мной. Вам его надо выполнить до конца недели. То есть вы можете несколько дней взять. Уделить упражнениям. Несколько дней прописыванию всего лишь одного слова. Творец. Также помните про задание с буквами. Буквы тоже надо все-все-все вспомнить. И только после этого делать итоговый вариант. Итоговый вариант я буду делать маркером. Правда еще не знаю каким. Толстым. На цветной бумаге. Вот у меня такая бумага. И сейчас... Ух ты! Сюрприз! В общем, выберу сейчас по цвету бумаги. Какой я сегодня творец? Черный, фиолетовый или розовый? Вот. И сделаю итог. Я, наверное, так как надпись небольшая, я, наверное, порежу такую бумажку А4 на две части. И сделаю на А5. Вот. Так. Сейчас смотрю я тут. Смотрю. Какой? Ну, ладно. У меня сегодня красное настроение. Ну, красный, товарищ. Что мы делаем дальше? Мы берем наш красный лист и нашего творца. Вообще, по-хорошему, можно было взять карандашик, нарисовать и обвести фломастером. И получилась бы каллиграфия. Но я советую все-таки тренировать свой глазомер, ровность руки и не делать себе шаблона. Конечно же, для вас я приготовила шаблон. И если вы хотите, вы можете обвести мою надпись. Но я очень прошу вас, попробуйте самостоятельно. Пусть будет кривенько, косонько, но ваше родное. К тому же, это будет ваша точка отсчета. Что мы делаем с нашим листиком? Конечно, мы делаем линейки. Я понимаю, что довольно сложно. Вот прям так взять с нуля и написать на белой бумаге. Хотя я могу. На красной бумаге, простите. Поэтому делаем линейки. Можно замерить тут высоту бух. Высоту линейки 2 см примерно. И вот тут отчертить. Я не возбраняю, когда есть линейки. Но я рекомендую не делать карандашный слиз и не обводить его. Конечно, так проще. Если вы вдруг делаете на заказ, это нормально. Но сейчас наша главная задача, это не сделать работу на заказ и получить деньги, а потренироваться. Берем нашу линейку с наклоном. Выбираем наклон. Допустим, будет 56. Или сколько мне там был? 67, наверное. Первый. Ладно, для маркера пусть будет 67. И вот можно несколько линий себе провести. Чтобы было более... Можете очень часто провести. Тут уже смотрите сами. Раздлиновку очень мягко проводите, чтобы можно было стереть и не повредить бумагу. Бумагу я взяла плотную. Сейчас посмотрю, сколько грамм. Потому что предполагается, что эту работу я оставлю себе. Я творец. Я творец. 48 листов. 12 цветов. Формата 4. И не написано, сколько грамм. Ну, не важно. Она плотная. Я предполагаю, что 120 минимум. Дальше я беру вот розовый. Важно тут, чтобы между бумагой и маркером был контраст. Чтобы... Чтобы маркер был виден на бумаге. И решаю, где у меня вверх, где вниз. Внизу должно быть чуть больше. 6,2, 6,4. Почти идеально. Здесь чуть побольше. Поэтому я вот так переворачиваю листик. Смотрю мой маркер сначала на обычной бумаге. Очень яркий, розовый. Поэтому пишу. Все вот так вот на белой бумаге пишу. Точнее, на красной. Я понимаю, страшно. Поэтому сделайте несколько шаблонов. Еще, знаете, есть такой способ немножко побрызгать. То есть сделать какую-то кляксу. Ну, вот этот маркер что-то у меня не брызгает. О, вот пошел брызгать. Все, клякса есть, лист нечистый. Можно начинать. Так, смотрю, какого у меня размера надписи. Где мне примерно начать. Чтобы она у меня была примерно посередине. И начинаем. Помним, что мы не сжимаем инструмент. Кладем его вот на эту вот фалангу. Придерживаем большим пальцем и указательным. Указательный не должен напрягаться. Да, я понимаю, страшно. И хочется вот-вот так вот контролировать инструмент. Но не надо. Спокойствие. Я немножко изменила буквы так, чтобы мне нравилось. Видите, поторопилась или. линия не прописывается. Поэтому не надо торопиться. И давайте вот тоже подкручу, чтобы они между собой сочетались. В общем, все. Моя надпись готова. Сейчас маркер подсохнет. И можно вот эти вот линии стереть. А можно и оставить. Для тех, кто уже очень опытен и вот это вот слишком мало. Друзья, добавьте розчерков. Сделайте творца в овале с розчерками. Если для вас это и так уже очень много, пожалуйста, напишите хотя бы так. Этого достаточно для участия в нашем марафоне. То, что вы написали, сделали такую надпись ровной, красивой, это уже большое достижение. И вы большой молодец, что вступили на путь к каллиграфии. Друзья, я рада, что вы решили пройти этот путь со мной. Надеюсь, вам понравилось. Все вопросы, пожалуйста, задавайте в нашем чудесном чате. Показывайте ваши эскизы, работы. Мы обязательно вас поддержим. Я и коллеги каллиграфы. Я буду делать надпись. Вот таким вот странным инструментом никогда им не работало. Вообще, этот инструмент того, чтобы расписывать стены, но я думаю, что он отлично справится с нашей задачей сделать красивую надпись на бумаге. Открываем. Вставляем вот такую вот штуку. Перо до конца. Не знаю, надо его взбалтывать или нет. Наверное, чтобы краска перемешалась надо. Там даже есть какой-то шарик. И я попробую сначала на листке бумаги толщину линии. Вот такая у него линия. То есть, для моей надписи мне понадобится лист А4. Я беру вот такую вот бумагу. Пахнет отвратительно. Но эксперимент. Такой эксперимент. Смотрите, какая какая-то грязька. Возьму я грязный лист. Знаете, что грязный лист не страшно замарать. Все потому, что он уже бракованный. Ну, что будет плохого, если я еще и надпись с ним делаю. Смотрите, что я делаю. Я, конечно же, сделаю себе небольшую разметку, но небольшую. Вообще, я вам советую, рекомендую. Если вы только-только взяли инструменты в руки, и это для вас первый урок, то возьмите и прям прорисуйте раздлиновку, как мы делали на первом занятии. И вот даже наклонные себе сделайте. Так ваша надпись будет ровнее и красивее. Но так как я уже не первый раз пишу, то я сделаю себе небольшую наклонную. Моя надпись творится будет под наклоны. А всю остальную часть я сделаю без эскиза. Вам я советую сделать полностью раздлиновку, верхнюю и нижнюю границу и обязательно наклонные линии. Но делать надпись также без эскиза. Чтобы надпись без эскиза получилась очень хорошо, вам надо ее несколько раз повторить по линейкам. Если вы писали со мной вот на этих линейках фломастером, то для вас большого листа вот такого будет много. Возьмите половинку его. Если же вы пишете ручкой, то возьмите, во-первых, светлую бумагу, потому что на темной бумаге ручкой будет плохо видно. А во-вторых, вы можете взять четвертинку такого листа, и этого будет достаточно. То есть будет такая вот карточка небольшая, творец. Можно написать творец Анна. Ну, то есть ваше имя, естественно, не мое, а ваше тоже будет классно. Таким образом, я заряжаю вас на творчество. Ну что же, я готова. Сделала себе наклонный стол, потому что, по идее, вот эта вот штука должна стекать такими подтеками, и посмотрим, что из этого получится. Вообще, влезет ли она у меня, не знаю. Ну, так как лист бракованный, если что, нарисую еще раз с обратной стороны. Я специально не готовлю для урока прям вот шаблоны, то есть действую прям с первого раза, чтобы показать вам, что, да, бывают ошибки, да, может получиться криво, и это нормально для всех. Абсолютно. Не думайте, что великие каллиграфы, они прям всегда, там, ночью, если их разбудить, они с первого раза вам идеально напишут. Нет, конечно, всегда есть много, ну, чаще всего есть много попыток. Просто обычно в роликах Инстаграма или ВКонтакте, или Телеграма их не показывают, показывают последний удавшийся вариант. Итак, наш творец не влез. Что это значит? Значит, мне надо поменьше делать Т и сместить немножко влево. Хорошо, что у меня есть оборотная сторона. Так даже лучше он прилипнет на эту надпись. Я еще раз делаю себе вот такую вот линейку. Видите, ребят, так бывает. Не без косяков. И это норм. И я не бережу это из видео, потому что я хочу, чтобы вы видели, что, да, бывает с косяками. Вообще, вот такой размер получается, надо бумажку еще больше. Наверное, будет классно А3. Или разделить надпись на две части. Ну, в общем-то, все. Конечно, цвет почему-то какой-то серый, но, может, он побелеет. Потеков я не увидела, но, может, так задумано. Сейчас я сделаю ровную поверхность. И, наверное, еще раз обведу. Еще я бы добавила тут брызг, раз потеков нет. Во! На второй ряд получился намного интереснее. Еще эта штука очень сильно воняет, поэтому я не советую вам ее покупать. Я думаю, что она... У нас же для росписи скин. Что-то там совсем не полезное. Но... Опыт классный. Не брызгает. О! Брызгает. Во! Вот так мне нравится. Ну, что, ребят, моя работа закончена. Я оставляю своего творца в таком виде, а вы показывайте ваших творцов в нашем чате. На следующей неделе мы будем изучать новый чудесный инструмент Brushman. он уже сложнее, чем ручка, карандаш или линдер. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь тренироваться даже после того, как сделаете итоговую работу. Делайте вот эти вот упражнения и обязательно делайте наши первые упражнения на палочки и овалы. Это очень важно даже с другим инструментом. И на следующей неделе вы поймете, почему это так важно. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока!